Всем привет! Меня зовут Катя Рок. Я ваш любимый профессиональный стилист. Вот здесь все соцсети. И вообще вот подписывайтесь, пожалуйста. Это влог из Парижа. Надеюсь, вам очень он понравится. Жду ваших комментариев всего такого. Поехали! Резкое внезапное включение из моего парижского домика, квартиры. Я хочу вам показать, что я купила. Значит, в чём идея? Я решила, что я здесь хочу пожить. Ну, типа, как пожить? Как будто я местная. И придумала купить всяких штук, которые потом отвезу в дом. А пока использовать тут. Сейчас вам покажу, что это в моём представлении. Ой, мама. Там что-то много всего. Ну, начнём с домашних штанов. Для меня это очень важно. Я обожаю приходить домой и переодеваться в домашнюю одежду. Я купила в Uniqlo. Вот такие сатиновые, широкие. Сейчас буду мерить. Надеюсь, размер подойдёт, и они отлично сядут. Что тут ещё? А, ну, я заходила в очень классную аптеку. Она называется Bader. Там есть много всяких аптечных штук, косметики. PostGelius – это моя любовь дикая. Я использовала всегда после загара. Здесь, судя по всему, я загар заполучу. Такие даже не хотят. Поэтому я решила купить. Ну, если что, увезу домой. И потом летом буду использовать после всяких купаний и загаров. Так. Вот эта штука. У меня, значит, был сэмпл. Floritin CF. SkinCeuticals. Тоже в этой аптеке. Это аптечная косметика, считается. Космоцептика, вроде правильно так называть. Очень классная история. Там капаешь такими по капельке. Вообще, я так понимаю, что защищает кожу от проникновения вот этих солнечных каких-то лучей. От пигментации, от всяких других штук. Ну, можете почитать. Я почитала, естественно, все забыла. Но мне понравилось. Но на самом деле я просто использовала. Потому что мне дали этот пробник вот буквально там недавно. И мне понравился эффект. Поэтому я решила посмотреть, что вообще эта штука делает. В общем, советую на самом деле прям. Так. Что тут еще? Дальше у меня тут то, что есть у каждого русского дома. Но нету в Париже. Нигде. Тапочки домашние. Купленные в моем любимейшем японском магазине мужей. Сразу поставлю их на пол и буду кайфовать. Так. Чеки. Боль моего сердечка. Не хочу смотреть. О! Еще что клево. Там была очень милая женщина. В аптеке она дала мне вот такие вот сэмплы SPF 50. Она сказала, после вот этой штуки на лицо вот эту историю накладываем и кайфуем. Типа в тандеме они идеально работают в такую вот погоду, как сейчас. А мне это очень нужно. Так. Она дала даже два. Потому что она милашка. Боль, конечно, цена на SkinCeuticals. Ну, что поделать? Что поделать? Господи. Что тут у меня еще? У меня еще. Вот такие. Это я уже скорее в дом купила. Не знаю, буду ли использовать здесь в квартире. Тут, по-моему, все такое есть. Вот такие вот стаканы. Купила их в супер дешевом магазине HEMA. Он, насколько я помню, голландский. Нидерландский, нидерландский. Я разбила. У меня был такой стакан. Два таких стакана кружки для чая из как раз-таки сострения грени. Я не знаю, как это правильно произнести. Но я разбила один. И в итоге увидела вот эти. И купила таких две штуки в дом. Вот. Вот они, да, одинаковые. И еще я купила трусики. Тоже в Юникло. Ой, фу, мужи. Никогда не пробовала их. Мне интересно. Взяла размер и М, и Л. Потому что я не знаю, насколько на маленькую попочку делают японцы. Обычно все, что японское, очень маленькое. Вот так вот. И я обычно вот у меня М-ки, Л-ки. Хотя в целом, ну, у того же, не знаю, Кенн-Кляйна. Ну, нет, Эску я уже не ношу. Мне просто некомфортно. Я люблю, когда немножко болтают с труселя. Да, я из этих. А еще я купила в Хеме вот такой стакан. Очень мне понравился. Что же там 2 или 3 евро стоит? Обожаю ценники в этих магазинах всех. Вот тут тоже ценники. Сейчас покажу вам. Так, что еще? Ну, в мужи мне ценники не нравятся. Еще я купила себе вот такие подставки под зубные щетки. Очень их люблю. У меня есть одна. Купила несколько. Очень нравится цвет. Что-то у нас еще. А, зашла в Ритуалс просто посмотреть, что есть. И у них был сегодня какой-то типа акции на продукты для лица. Я сначала его там попробовала, что очень клево и удобно. Это пенка для умывания. И у меня как раз умывалка для лица уже в Стокгольме почти закончилась. Поэтому я обожаю все пенистые текстуры, которые делают Ритуалс. Эта штука стоила 8,5 евро всего. Что еще прекрасно. Там надо было зарегистрироваться, сделать себе карту. И они дарят вот такую миниатюру. Это тоже шаур-гель. Гель для душа в виде пены. Это мои любимые гели для душа. Вообще обожаю их. Так, что там еще? А, ну, у меня их 2. Потому что один я купила. Он 5 евро стоит. Так. Что еще? А, это я купила. У меня явная нехватка этих. Ложек. Как они называются? Столовых ложек. Вот за 2,79. Так, а это что у меня? А, это вот этот пакетик. Я тоже купила. Буду с ним тут ходить. Вообще люблю эту историю. Когда какая-нибудь классная сумочка. И на плече пакет со всяким барахлом. Он вообще стоил евро сорок. Так, что там еще? Что еще есть? Да, должны быть. Вот. Еще я купила себе ножнички. Осознала, что у меня в косметичке нет ножничек. А они нужны. Тоже 2,78. Даже в Монопри в Дешманском ножнички в отделе бьюти. Я помню, что я в прошлом... Прошлый пресс в Париж их покупала. Только не себе, а сестре. Они стоили там нормально. 4, 5 или 6 евро. Ну, в два раза дешевле. Бюджетный шоппинг с Катей. Все. Бюджетный домашний шоппинг. Тапочки. Такий кайфовый цвет. Просто очень крутой. Надеюсь, вам понравилось. Так, я резко решила провести рум-тун для вас. Вот я, получается, делаю шаг от входной двери. Здесь стоят... Хорошо хрустнули колени. Здесь стоит обувь, которую я взяла с собой. Чтобы вы понимали, все это влезло. Кроме вот тех первых. Я купила их в Стокгольме. В мою ручную кладь. Это, конечно, вообще... Это Кеда Бежа. Это Дезерт Эзер Роу. Это кроссовки белые Шанель. Это Лоферы Гуччи. И вот это Эйчик. То есть... Это все 5 паров, которые я взяла с собой. Для того, чтобы формировать образы повседневно. Здесь у меня уже лежит... Господи, холшовая сумочка. Чтобы брать ее... Сейчас как раз пойду в Монопри закупаться. Хочу в холодильник положить еды. Потому что планирую, скорее всего, завтракать дома. Мне так хочется здесь делать. Как будто вот я тут живу. То есть я аж здесь живу. Вот. Я хочу завтракать дома. Спускаться вниз в Буланджери. Теперь такая парижанка. Здесь вот кухня. Какие-то стильные элементы. Это кружки H&M Home. Стаканы. Все, что в принципе нужно, тут есть. Это чай, который я привезла с собой из Стокгольма. Надеюсь, что здесь такой же есть. Потому что мне надо привезти много домой его. Вот. Здесь есть кофемашина, чайник, вода. Кружечки для кофе. Какие-то элементы интерьера. Мое любимое окно в санузел. Вот. Поэтому, да. Здесь Пала Санта. Конфетка, которую дал мне в Стокгольме врач, который брал у меня тест на ковид. И привезла я с собой. Напоминание о том, как это было ужасно. Что я это пережила. Очень классная, ну, пахучка для дома. Здесь стояла. Сейчас посмотрю, откуда она. Не знаю, откуда она. Cafe Condecu.com. Не знаю. Made in California. Пахнет просто богически вот этот аромат. Великолепный. Периодически его пшикаю, чтобы он раздавался по дому. Значит, здесь вот такая комната. Это я. Это зеркало, кстати, такое же точно, как у меня в доме из Икеи. Это я уже в своих тапочках, в своих домашних штанах. Все домашние футболки. Все, как я хотела. Я такая, типа, парижанка. Два столика. Здесь у меня лежат сумки. Это такая, как маленькая стремянка. Дальше вот такая тоже, типа, стремянки из бамбука. У меня такая в доме стоит под полотенцами в ванной. Здесь сноуборд. Лонгборд. Ну, скейт длинный. Ящик для вина. Подставка. Большой диван. Очень классное такое место для чилы. Очень мне нравится. И ковер такой стильный. Очень-очень клевая квартирка. Такая типичная парижская. Вид из окна. Следующая комната – это спальня. Здесь тоже ковер. Здесь вот я только что валялась. Чилыла. Очень классная кровать. Большая. С большим одеялом. Подушек. Восторг. Здесь у меня такой импровизированный шкаф. Ну, точнее, не то чтобы импровизированный. Просто у него, то есть, тут все как в нормальном шкафу. Тут висят все мои вещи, которые тоже влезли в ручную кладь. Это вот было моим планом так приехать. Не брать с собой много вещей. Здесь такой мини-балкон, по-моему, называется как раз французский. Его отсутствие, можно сказать. Шкаф закрывается так вот в шторке. Очень удобно. И здесь санузел. Очень тоже стильно все. Мне очень нравится. Есть куча полочек для всего. Большое зеркало. Здесь тоже все влезает. Туалет и душ. 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 Вот. Здесь я расставила свои кольца. Здесь у меня косметичка. Всякие принадлежности. Тут тоже всякие принадлежности. Здесь вот тоже всякие принадлежности. Не знаю, нужно ли делать обзор косметологии, который я взяла. Очень стильно. Мне нравятся все элементы визуальные. В общем, прекрасно. Сейчас пойду монопри. Куплю какой-то продуктовый набор. Если не забуду, то покажу вам, что купила. Так, ну что, я сходила в магазин. Сейчас покажу вам, что купила. Я не могу сказать, что я сильно довольна тем, что я нашла. Не было лень. Я пошла в монопри. Но дошла только до моноп. Это такое маленькое монопри. Монопри это такое сетевой продуктовый. Так, ну это половинка багета. Сейчас я замолчу. Да, половинка. Багет должен быть 80 сантиметров. Все, что не 80 сантиметров, по Франции называется не багет. Полинка багета это в бонжери. Бонжери я купила. Также в этой же бонжери. Вот она называется. Бенуа Костель. Ле патиссери бонжери. Это значит, что там есть и десертики, и бука, хлеб. Там у меня булочка шу спешаль. Сейчас я открою ее. Я долго пыталась выяснить, что значит, почему она спешаль, почему она специальная. Девушка не знала, как на английском вот эти вот, господи, пшеничные хлопушки. Она сказала, что они как-то и в креме. В общем, она какая-то пшеничная. Мне пришлось показывать мне на граноле, что она имеет в виду. Выглядит кайф. Буду пробовать. Так, дальше у меня тут наборчик. Я думаю, что это типа сальсисоны. Ну, в общем, это такая колбасюша итальянская с трюфелем. Так. Это такие мои любимые азиатские чипсоиды. С креветочные. Здесь все просто. Дор черри. Что я не поняла, с моего прошлого приезда в Париж, они как-то люто подорожали. Такая пачка маленькая, стоила 4,5 евро, что очень странно. Я помню, как они стоили евро. Особенно в Монопри. Дальше авокадо две штуки. Хас. Что-то у меня еще. Пиво я купила. Поэтому вот эти чипсоиды я взяла. Азиатщины дадим. Купила соленое масло. Демисел. Слабосоленое масло. Еще из-за вот такие вот какие-то правильные, я так понимаю, какие-то чипсоиды с сыром. И взяла еще козий и мягкий сыр. Это что-то бретонь. Это не знаю. В общем, вкусный такой наборчик, чтобы был дома. Сейчас, наверное, что-нибудь там заценю на ютубе. Съем чипсоиды с пивком. Может, еще что-то съем. Колбасюшу. Может, багета. Вообще, масло с багетом. В общем, все, что видела, все, что плохо лежало, я взяла. Вот. То, что было в Монопри, то есть не в Буланжери, получилось где-то 25 евро. В Буланжери получилось 5 евро. Да, булку и пол багета. Вот так, если вам интересны ценники. Так, всем привет. Сегодня мой очередной день в Париже. И я иду гулять. Сегодня, блин, очень жарко. Вообще, плюс 30. Сегодня в планах просто гулять и еще встретиться с подругой на шампайн. Поэтому все вам покажу. Так, ребят, мне пришло место, которое обожаю. Здесь прекрасно. Называется, нахрен, знаю. Камотуар де ла Мер, в общем-то оно называется. Я не одна. У меня компания. Просто специально, когда снимаешь влог, знаешь, все происходит. Я каждый раз включаю камеру и копы проносятся на какой-нибудь лютой, бешеной сирене. В общем, я заказала себе устриц, шампанское. Аплодисменты заказал себе рот. Да ебать. Я буду пить эту рот. А что ты будешь есть? Есть не буду. А до 80 точно. Так, небольшая зарисовка. Мой завтрак дома. Я хожу в соседнюю баланжери и беру пол багета, паузу шакуля и круассон. Здесь у меня такой любимый мой наборчик. Здесь трюфельное с салями, шевр, козий сыр мягкий, авокадо, помидорки черри. Это абрикосовый джем, это слабосоленое масло. Это свежесваренный кофе тоже снизу. Баланжери. Я буду смотреть ютубчик. А потом пойду гулять по Парижу. Такс, на фоне мусорки. Сегодня уже четвертый день я в Париже и еще не ходила по магазинам. Решила, что срочно надо это исправлять. Сейчас поеду на веню Монтень. Решила пешком не идти. Вчера очень удолбалась, прошла очень много. У меня просто, мне кажется, уже ноги не готовы. Тут жара. Моя поездка вообще может называться как... Неправильно собрать луки. Потому что с такой у меня было очень холодно для моих луков. И я как капуста там разодевалась, но холод не жара. А вот в Париже сейчас 30 градусов. И я пытаюсь всячески выжить, потому что я ненавижу жару и лето. Вот. Возможно, куплю что-то летнее сейчас здесь. Я уже в костном кое-что наглядела. Как-то так. В общем, пойдете со мной. Сегодня у меня встреча с Инной Фисун. С классной блогеркой. Она и в фотограмме, и в ютубе блогерствует. Вот. Он потом на кофе. И если получится, я вам тоже что-нибудь здесь сниму. Без панамки я бы тут померла. На мне эсприят, естественно. Господи, а ну как тут вообще... Ну, в общем. Так, ну что, я доехала до Веню Монтейн, но решила подойти на мост Тальма. Показать вам башенку. Сюда на нее хороший вид открывается. Мост Тальма печально известен вот этим туннелем, где разбилась принцесса Диана на машине. Эта площадь называется Площадь Диана. Там вот памятника-то нет. Вот. В Париже вообще конкретное лето. Все в платьицах. Все катаются на лодочках, ездят на великах. Кайф. Мы вот туда направляемся. Хотела поделиться с вами своими ощущениями. Мне в Париже намного меньше хочется снимать, чем в Стокгольме. В Стокгольме вообще очень большой влог получился. Ой. В Стокгольме вообще очень большой влог получился. А в Париже... Ну, я живу в квартире, и у меня ощущение вообще, что я тут живу. И как-то, не знаю, абсолютно нет этого, знаете, схватиться за камеру, что-то снять, показать. Хочется просто впитывать самой. А в Стокгольме я постоянно хотела что-то снимать. И вообще, так получилось настолько разные ощущения и впечатления, потому что в Стокгольме было холодно. Я жила там в отеле. Это было как-то... Затем не так, как здесь. Пока не понимаю, что я пытаюсь вам сказать и себе. Но... Ну, как-то так. Так, я пошла в Кусян-Диор. Они сделали суперкрутой новый бутик. Привет. Здесь есть даже кафешка. Сейчас я вам покажу. Такая бешеная экспозиция. Кафешка вообще топливная. Понравились еще вот эти топульки летние. Мне понравились именно они вот эти ткани сатиновые такой, потому что вот в коже как-то они очень прикольные. Особенно вот это очень мне не нравится. Черные достаточно обычные. Вот эти прям... Ну, кстати, интересно, они отличаются по цене? Эти 950. Что странно. А эти 990. То есть, типа, в ткани стоят дороже. Ну, как обычный Кэнти. Губа не дуре. Надо с тобой блестать просто. Прям представляю весь Дубай в этих... Ой. Есть еще вот такой цвет. Тоже, кстати, красивый такой помадковый. И еще есть в этих Pearl. Господи, как жемчужинка. Сколько жемчужинки стоят? Ну, непонятненько. И вот еще такие есть. Вот это стоит. Смотрится клево. Так, ну, мою страсть, вы знаете, я пришла смотреть на кольца. Просто отвал всего. Сейчас я буду мерить. Здесь просто рай. Большая коллекция с какими-то красивушками. Ну, это держатель для AirPods. Вот еще какие кольца тут есть. Серьги. Это все похоже на конфетки, если честно. Очень хочется съесть. Еще мне понравилось это вот кольцо. Вот это. Так, ну, на него померю тоже. Так, ну, вот я его померила. Это, конечно, дичь. Просто огромная. Пальц не складывается. Пирсинг забавный, но носить это Unreal. Смотрите, посмотрите, с моими кольцами как вам. Просто кирпич. Вот, давайте сейчас я как-то на камеру попробую снять вот его и померить что-то вот такое. Ну, тоже какая-то очень-очень дичевая. Не моя история. А, все. В принципе, я так и думала, что целый магазин на Emne Mountain будет посвящен великолепной коллаборации Fendi и Versace под названием Fendace. Это, конечно, крайне забавно вообще. Куда катится этот мир? Я не знаю, но я очень чувствую, директором действительно в кайф вот этой коллабы. И они бы хотели кучу вещей отсюда. Fendace, Roma, Milano. Очень забавно. Очень, боже мой. Какая прелесть. Ну, какая красота. Что мне есть вам сказать? Самое лучшее обслуживание пока что-то, с которым я столкнулась на Emne Mountain, было в Селин. Причем в мужском Селин, куда я сошла посмотреть Панамки. И я влюбилась в этот аромат. Парад. Наверное. Не знаю, это навряд ли парадист. Навряд ли это рай. Я не знаю, как переводится. Мне дали холоднющую, прекрасную воду, без газа, как я люблю. И я иду дальше, в общем-то. Просто хотела вам сказать, что на Emne Mountain Shopping такое себе. Из приятных. Не знаю, в курсе вы или нет, но Изабель Моран решила, что надо вернуть эту дичь на танкетке. И сделала ее еще более крупной, массивной и жесткой. Я помню, что было время, когда, конечно же, все мечтали на этих кроссовках от Изабель Моран. Блин, и почему у меня не идут кипарии? Хотя, может, померю, вдруг это подойдет. Я тусую сейчас в галерее Lafayette, которая, типа, модненькая, находится на Шан-Залезе, в Елисейских полях. Вот. Это так. Так, ребята, посмотрите, сначала вот на эту красоту, вот на эту красоту. Кого можно встретить в Париже? Загорелую девушку. Только очень загорелую Инну, да. Мы сидели два часа просто в кафе, мы вообще загорели. Немножко заболтались за венчиком, и да. Блин, такие классные. Прям вообще. Это выглядит круто очень. Но мне нравится свечка. Я хотела бы на день рождения купить. Прям подержи туфли на этой день. И зажечь просто. Ну, на один день классно фотографии сделать. Чум-чум, не поджечь свои туфли. Вау. Слушай, но когда я смотрела в онлайн, выглядело как-то... Ну, как будто дешево, знаешь, сделано. А на самом деле сделано просто шикарно. Очень красиво. JW Андерсон, любимка. Ты их нею? Нет, я их не беру. Ну, естественно. Они максимально выглядят, как очень удобно. На улице 28 градусов жары. Я пью айс латте. В классном, кстати, кафе. Он называется Strada. Вот прекрасный молодой человек, который делал мне кофе. Вот. И я его взяла с собой. И уже ухожу. Иду в Люксембургский сад непривычным для себя маршрутом. Через Пантеон. Никогда не была у Пантеона. Покажу вам. Так вот идешь, идешь. Между двух зданий совершенно разных эпох и архитектурных стилей возникает. Ну, есть такая стена. Сейчас мы к ней подойдем. Если машина меня не собьет нахрен. Что-то Филипп Агуст. Что-то там. Я не знаю. Вот. А дальше впереди Пантеон и еще какие-то здания. Сейчас мы дойдем. Я попытаюсь понять. Пантеон. 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 Продолжение следует...